Моя тема называется PostgreSQL в высоконагруженных проектах. Это небольшая информация про меня. На картинке это я. Я уже как 6 лет профессионально программирую, а также администрирую базы данных, а также линус системы. Это список моих основных языков программирования на сегодняшний день. Python среди них нет, как-то не печально. Также я разработчик нескольких open-source продуктов. В основном они на Ruby или на C написаны. Хорошо. Давайте начнем сначала. Кто знает вообще, что такое PostgreSQL? Поднимите руку. О, прекрасно. Кто-то использует его активно на продакшене? Ну, вообще шикарно. Тогда, как говорится, не надо долго будет объяснять, что это такое. И тому подобное. То есть для тех, кто может быть не поднял руку, это революционная база данных. Основная идея моего доклада – рассказать, почему ее стоит использовать. И как ее стоит использовать, если вы доросли до какого-нибудь высоконагруженного проекта с ней. Первый, конечно, почему? Первая самая основная одна из фишек PostgreSQL, которым я расскажу, это очень гибкие типы данных. То есть кроме стандартных типов, такие как Integer, Text, Varchar и тому подобное, тут существуют даже такие типы, как ArrayMassive, IP-адрес, MAC-адрес. Есть геометрические примитивы, такие как точка, линия и тому подобное. Кроме всех вот этих дополнительных типов данных, кроме того, что в них можно что-то сохранять, плюс заключается в том, что по этим типам данных можно еще создавать индексы, а значит и более быстрее искать. Следующее это MVCC. Это как бы один из типов работы PostgreSQL, это означает, что он версионик. То есть для каждого, когда вы создаете транзакции и тому подобное, он создает отдельный снапшот всей базы данных и вы в ней работаете. Удобство заключается в том, что те, кто читает, они не блокируют пишущих и наоборот, пишущие не блокируют читающих. То есть это очень удобно и это ускоряет систему. Еще одна удобная фишка PostgreSQL это наследование таблиц Table Inheritance. На сегодняшний день, хоть она и разработана была еще в 2008 году, она не доработана до сегодняшнего дня полностью, но даже то, что есть сейчас, можно очень активно использовать и ускорять обработку своих данных. Я это расскажу чуть дальше, как это использовать. Одна из еще одних очень удобных фишек, это то, что у PostgreSQL есть такая штука, называется Foreing Data Wrappers. Это система, которая позволяет на основе плагинов или расширений PostgreSQL подключиться к другим типам данных, кроме, например, своих таблиц. То есть, например, если у вас есть e-map с e-mail, вы можете PostgreSQL сказать, вот мне надо с этого e-mail в такую-то структуру, таблицу вытянуть эти данные и у вас будет табличка с вашими e-mail'ами. Также можно подключаться к NoSQL системам, можно, например, подключить его к Facebook, Twitter и тянуть какую-то ленту прямо в таблицу. Можно даже к файловым системам подключаться, к S3, например, и получается у вас будет табличка, например, с вашими файликами на S3. То есть на текущий момент его можно подключить к любой системе и с ней считывать данные. В таком случае ваша другая система будет это видеть как обыкновенную таблицу с данными, по которой она может делать обыкновенные SQL-квери запросы. Еще одна очень хорошая вещь в PostgreSQL – это его расширяемость. Это набор расширения, экстеншенов. Вот, пожалуйста, перед вами небольшой списочек, одних из основных. Это PostGIS – один из самых часто используемых. Это когда вам надо работать с географическими типами данных. То есть когда у вас нужны точки на карте и тому подобное, индексы по ним. То есть это PostGIS. PostPeak – если вам надо сохранить, например, картинку в базу. Может, кому-то это надо. POProxy – это потом, если дальше рассматривать, это используется для шардинга. Есть PGM-мкэш, если хочется, чтобы база еще работала, например, с мемкэшем. Может, кому-то хочется. Префикс – это для работы с дополнительными префиксами, используется в телефонии. PG-сфера – очень похожа на PostGIS, но кроме работы с географическими типами данных, она также работает с астрономическими типами данных. То есть звезды, планеты и прочее. Multicorn – это специальное расширение, как раз один из форинг-датавраперов, написан на Python. Он позволяет подключаться, например, CSV-файлик, он превращается в табличку e-mail и тому подобное. H-store – K-value, которое можно сделать из PostGIS-а K-value. Interray – это дополнительное расширение для работы с массивами. DB-линк для дополнительного переподключения к другим PostGIS-кейл. То есть можно тоже использовать, например, для шартинга или чего-то типа того. И очень огромное количество других расширений. То есть я рассмотрел только такие самые основные, которые часто используются. Теперь же посмотрим, как. То есть наша основная задача – как его использовать. И это самая базовая, как говорится, проблема, которая встречается. То есть когда ставят PostGIS, уже ожидают от него сверхпроизводительности и тому подобное. Первое, что никогда нельзя делать, это использовать по дефолтным настройкам. По дефолту PostGIS рассчитан только, чтобы запуститься на минимальных каких-либо настройках. У него минимально настроенные данные, он минимально пытается потреблять памяти, чтобы для того, чтобы проверить, что он вообще запустится. То есть после того, как вы его поставили, его сразу надо сходу начинать тюнить. На сегодняшний день достаточно огромное количество мануалов. Как его протюнить, также есть дополнительные утилиты, такие как PjTune, например, который может автоматически попытаться по вашему железу протюнить ваш конфиг и сказать, какие вам надо протюнить конфигурации. Использовать последнюю версию. PostGIS разрабатывается чуть ли не, как говорится, профессурой. Поэтому эти дядечки не заботятся о таких вещах, как кеширование и еще прочее. Они работают только в performance. С каждой версией они стараются улучшить производительность базы. Поэтому лучше всегда использовать как можно последнюю версию, потому что они всегда увеличивают ее производительность. Каких-то квери, каких-то запросов, каких-то дополнительных функций, триггеров и тому подобное. Поэтому лучше всегда использовать как можно более актуальную версию. И очень частая проблема – это проверять свои запросы экспоинт анализом, смотреть, чтобы использовались индексы в тех запросах, где у вас огромное количество данных. Потому что часто приходят люди, которые говорят Postgres – фигня. Мне он не нравится, у меня медленные данные, у меня огромная таблица. Вот я беру квери и он долго выбирает. Мы берем экспоинт анализ, а там нет индексов. Мы говорим, а где индексы? Потому что индексы – это основное, что ускоряет выборку данных. Без индексов база очень плохо работает. Итак, основные плюсы Postgres. Кроме стандартных индексов, которые вы можете построить в любой базе данных, существуют тут еще такие типы, как функциональные индексы. То есть если у вас есть часто нижний вот этот тип запроса используется, это пример просто, то есть выбирается из вот этого филда первая буковка, потом она превращается в нижний регистр и проверяется, и у вас часто используется такой запрос, то вам просто можно на этот запрос создать индекс, и этот индекс будет тогда использоваться при вот таких запросах, что его ускорит, понятное дело. Следующий – это partial индекс, то есть частичный индекс. Удобство заключается в том, что если у вас огромная таблица, в ней, понятное дело, будет огромный индекс. То есть, понятное дело, по нему тоже можно перебирать, но это может быть медленно. И у вас может быть, например, какие-то запросы, которые более чаще используют. То есть какой-то кусок данных, который вы четко видите, и он более часто выбирается из этой таблицы, и его можно ускорить. Вы тогда можете создать частичный индекс, то есть указав, что мне нужен индекс по какому-то условию. Что это даст? У вас создастся другой индекс, более меньший, который будет поменьше, чем тот огромный индекс, и по нему вот этот запрос будет находить его и использовать его, а значит ускорять выборку. Поэтому это тоже надо использовать. Одна из основных, как говорится, проблем. у вас опять же огромная таблица, миллионы записей. И вы запустили, например, у вас новая версия, новый билд, вы запустили деплой, версия пошла, и началась миграция, и в это время вы, например, добавляете индекс. По это время, в это время табличка локается, блокируется, все сидят ждут, а в это время идет создание индекса. То есть, мягко говоря, а это может занять огромное количество времени, все зависит от того, сколько у вас данных. Неудобно, тем более пользователи, которые, если в эту табличку пытаются писать и читать, тоже зависают, а потом отваливаются по таймалту, и неправильно. На сегодняшний день существует конкурентный метод создания индекса. Разница только в том, что вы добавляете конкуренции. И в этом случае индекс создается в отдельном потоке, не блокируя таблицу. Удобство такого, минус в таком методе, конечно, потому что создание такого индекса занимает в 2-3 раза больше времени, но в это время как бы вам не надо смотреть, чтобы табличка блокировалась или что-то из этого происходило. Есть еще небольшие проблемы. Может создаться индекс, и в конце, когда вы зайдете в табличку, вы увидите, что он инвалидный. В чем такая проблема? Если бы вы запустили создание просто этого индекса, и он бы был, например, уникальный, попытка создания уникального индекса, но в вашей табличке уже в этих филдах есть неуникальные поля, то по унятной делу этот индекс сразу вывалится и скажет, у вас неуникальные поля, пофиксите, пожалуйста. Этот индекс в таком случае не может вывалиться. Если он отвалится, вы просто не поймете, что произошло. Поэтому он в любом случае создает себя, но он просто допишет, что я инвалидный, что у вас какие-то данные инвалидные, не смог я себя создать. И поэтому, что вам придется сделать, это вам основной вариант выхода из этой проблемы, убрать его, пофиксить вашу проблему и потом пересоздать заново. Поэтому будьте аккуратны. Но эта вещь очень сильно помогает, когда надо провести миграцию с огромной таблицей. Так, на сегодняшний день мы знаем, существует два основных метода масштабирования. Первый вертикальный, второй горизонтальный. Вертикальный это просто. Мы увеличили CPU, память, жесткие диски, поставили побыстрее все. Мы промасштабировались. Отлично. Второй это горизонтальный. Это когда мы берем какой-то вот один кусок данных базы и разбиваем его на кластеры. Вот для того, чтобы лучше работать с вот этим куском данных, на сегодняшний день поэтому развивается вот NoSQL, чтобы можно было развивать. То есть нет джойнов и можно разбивать хорошо данные. Поэтому Postgres, как RSUBD, очень плохо масштабируется горизонтально. Он, ну вертикально все отлично масштабируются. Поэтому есть, например, основные люди, то есть которые вот Као Хендерсон с Flickr, он сказал, что покупка или там, например, взятие более мощного тазика, мягко говоря, она проще, чем, например, редизайн всего софта. То есть если вы уже, например, разрабатывали софт, у вас уже разработан какой-то огромный кусок функционала, который бизнес приносит и тому подобное, то редизайн этого всего функционала, потому что у вас что-то где-то не тюнится, все-таки проще просто увеличить, как говорится, к базе данных, дать больше памяти и тому подобное. Это проще на сегодняшний день. То есть то же самое, например, говорил ДХХ. То есть они просто взяли в бейскемпе, взяли сервер с 28 гигабайтами памяти и говорят, что на сегодняшний день нам даже не надо думать, что там с базой. Она автоматически, то есть вертикальное масштабирование они произвели и больше про нее не думают. Итак, основные методы, как можно работать с данными. То есть чему нас в основном учат, что если у вас большой код, его надо разбивать на более мелкие логические фрагменты, чтобы он лучше читался и тому подобное. Если у вас большая таблица, вам тоже надо ее разбивать. На сегодняшний день существует два метода. Первый это партрицирование и шардинг. Почти одно и то же самое. Но партрицирование означает разбитие данных на одном и том же инстанте. То есть одна и та же база данных в себе разбивает эти данные. В чем заключается идея? Вот у нас есть, например, некая табличка, в которую вы там скидываете активно логи. По логике вещей эти логи вам не нужны, например, все. Вам надо, например, какой-то результат там в течение месяца, может в течение трех месяцев и тому подобное. То есть актуальный для вас только последний какой-то участок данных. Остальные данные у вас должны быть как бы заархивированы. То есть доступны, но они не так активно используются. Если про это подумать, это почти то же самое, что если бы у вас есть блок и основной трафик идет на первую страничку, потом на вторую, а на все остальные страницы уже трафик не так идет, то есть не падает. И получается вам в основном надо масштабировать первую, ну то есть разбивать первую и вторую. То есть тут то же самое. Мы можем создать еще одну подтаблицу, сказать по какому условию создать и самое главное отнаследоваться. То есть в этой табличке наследуют все филды, свойства той таблички. Вот где используется inheritance, наследование. Единственное, что тут не наследуются, это индексы. То есть если у вас какие-то вот, например, есть индексы, вот в данном случае на logDate, они не наследуются от этой таблицы, их надо создавать вручную. Что это дает? Что если вы сделаете select с первой таблицы, первая таблица автоматически сделает под select и вытернет все данные с остальных inheritance таблиц наследуемых. Что это вот в таком случае вам даст? Поскольку, как я говорю, функционал недоделан, вы можете написать, например, функцию и триггер, который будет автоматически понимать, куда запихнуть нужные данные, то есть какие вот эти партиции. И получается у вас будут отдельные партиции под каждый кусок данных. То есть а это физически отдельная таблица. Но что самое удобное, что вашему софту не придется ваш софт переписывать и говорить, что надо вытянуть данные с этих партиций в зависимости от каких-то условий. Вы просто работаете с этой же таблицей. Вы просто берете с нее select all, например, и она вытягивает все данные с этих партиций автоматически. Удобство какое еще? Удобство заключается в том, что вместо того, чтобы делать dlt front такого-то числа до такого-то и в это время загружать instance непонятно на сколько времени, вы можете просто сделать drop. Drop операция очень быстрая, она не требует много времени. И она сразу вычищает этот кусок данных, который вам не нужен. То есть вам не надо писать dlt и прочее, которое нагрузит. Потому что по dlt вам еще придется перестраивать индексы и прочее, что требует времени. Или второй вариант. Вы можете эти данные оставить, но просто убрать партицию из select. Мягко говоря, она исчезнет, когда вы будете опять делать запрос из этой таблицы. Эта таблица уже не возьмет еще в учет вот эту партицию, потому что вы просто ее уберете. Но при этом данные останутся, и потом вы можете ее восстановить, если потребуется. Самое главное удобство, что если вот мы с вами сделали условия по вот этому филду, если у нас будут запросы по этому же филду, PostgreSQL автоматически будет знать только с каких партиций это тянуть. То есть она берет вот этот чек условия и понимает, что остальные партиции не надо проверять. Потому что иначе ей бы пришлось проверять все партиции, а у вас их может быть сотни, тысячи. Зачем? Если я сказал условия, например, только этот месяц. И тогда она понимает, ага, значит тянуть только с вот этой партиции. Больше не надо. И это просто тоже отличная вещь, чтобы прооптимизировать его. Репликация. Репликация, как мы знаем, это механизм клонирования. То есть он помогает нам тем, что мы можем, например, размазать нагрузку на выборку данных. То есть когда у нас, например, огромный запрос на чтение, мы можем создать несколько точных копий и на эти копии посылать определенные запросы на выборку. На сегодняшний день существует огромное количество систем. Самая основная, которая уже встроена, стриминг, репликация. Потом есть Slony, PGPool, Bucardo. Это мастер-мастер, если кому-то хочется. Landist от Skype, RubyRap, PostgresR. И еще есть определенные системы. Но надо смотреть, живы они еще или нет. На сегодняшний день самая лучшая репликация – это та, которая встроена из коробки. Это стриминг. Первое, конечно, плюс в том, что она не использует триггеров. Все остальные репликации, которые вот там были дальше написаны, они триггерные. То есть они используют триггер, чтобы обновлять данные на слейвах и тому подобное. А как мы знаем, триггер немного замедляет саму базу. Поэтому лучше, когда он использует просто логи. То есть считывает логи прямо с файловой системы. Второе – это то, что можно создавать энное количество слейвов. Сколько угодно, и это не сильно замедлит мастер. Потому что мастер как бы не… На мастер это не влияет. Он скидывает где-то логи, они их подчитывают. Вот и все. Continuous Recovery – очень отличная вещь. Представим, что у вас есть огромный кластер, баз данных. И тут кто-то послал запрос drop database user или truncate или удалил какие-то важные данные. Репликация вас не спасла. Все данные такими же стали, вы все потеряли. Что делать? В таком случае есть такая штука, как Continuous Recovery. И вы, получается, можете откатиться к любой тайм-ветке. То есть у вас есть таймлайн, и вы можете сказать, что мне надо откатиться за час назад этих данных и тому подобное. Очень удобная вещь. На сегодняшний день есть специальные системы. Например, в OUE, в OLE, почти так же, как маленький персонаж из PixArt. Эта система, она позволяет сразу брать это с шип-логи и скидывать их в S3. То есть, получается, у вас всегда будет Continuous Backup. Вам не надо, например, бэкапиться раз в сутки. Потому что если вы упадете посредине дня, вы потеряли энное количество часов данных. А это неправильно. Поэтому для этого существует Continuous Recovery. Второе – это простой мониторинг. То есть, мониторить эту систему очень просто. У мастера есть специальные системные таблицы, через которые вы даже можете узнать, насколько слейв опаздывает от мастера и тому подобное. Даже не то, что disadvantage, а минусы этих систем. Во-первых, что вы можете реплицировать только чисто целый instance. Вы не можете сказать, я хочу только вот эту табличку. То есть, это четкая, точная копия. То есть, никаких да или нет, он просто склонирует все. Второе – это то, что нету failover. То есть, если мастер упадет у нас, вот если мы настроим эту репликацию, то, понятное дело, слейвы не переключатся. Слейвы, кстати, в этот момент, они доступны на select, но если мы попробуем сделать какой-нибудь апдейт или инсерт, они просто вам выдадут ошибку, что я сейчас нахожусь в режиме recovery и я могу только вам select и посылать. И нет load balancing. То есть, в данном случае в этой системе, если ее так настроить, нет load balancing. Чтобы эту проблему решить, используется еще привязка к pgpu. Есть pgpu второй такая система, кроме того, что у нее есть встроенная репликация, которую я не советую использовать, потому что она синхронная, она будет на запись insert или update блокировать все и дожидаться, пока все получат это. Лучше использовать его просто как failover и как load balancing. Как это работает? Вы его просто подключаете, подключаете к нему как дополнительные ноды и тогда ваш клиент подключается уже не к базам данных, а прямо напрямую к нему. Во-первых, это очень просто сетапится и поддерживается. Добавлять дополнительные ноды, которые вы, например, захотели добавить, очень просто. То есть, вы добавляете новую ноду, говорите консольному клиенту pgpu, добавь вот эту новую ноду, она появляется в схеме. Надо удалить так же самое. Из консоли добавляйте никакого рейлова до конфига или чего-либо такого. То есть, вы в это время можете работать на живом кластере. Понятное дело, больше слейва, больше перформанс. При этом, что удобно, pgpu автоматически балансирует. То есть, он читает с мастера, насколько слейвы отстают. Если слейв up-to-date с мастером, он тогда селекты может посылать слейву, то есть load balancing. Понятное дело, что все в write он посылает мастеру. Я даже не знаю, что это было. Потом автоматическое, что самое удобное, автоматическое переключение, если мастер упал. То есть, если у вас падает мастер, pgpu, например, если автоматически падает мастером, переключается на слейв, говорит слейву, что теперь ты не в режиме stand-by, теперь ты новый мастер. И начинает работать с него. Также у pgpu даже есть встроенная система recovery, где можно восстановить мастер. Понятное дело, парни так ее сделали, что в любом случае там придется дописывать свои кастомные скрипты, как хотите вы, чтобы он восстановил его. Но в любом случае это тоже есть. Многие такие подходят, ну хорошо, rsu-bd, отлично, но таблицы это полная фигня. Я не хочу миграции производить, не хочу. Я хочу быть питанистом и документно ориентированную базу данных. Вот. Я говорю, ну хорошо, а как насчет… То есть ты хочешь, получается, сохранять какую-то less-схема, мягко говоря, структуру данных и по ней, получается, выборку производить. Первый из вариантов – это hstore, специальный плагин, который внедряет в passgrew k-value возможность. То есть, мягко говоря, у вас есть какая-то text area, и вы в нее можете писать ключ значения, а потом по нему искать. Удобство заключается, что этот пользователь есть почти в любом… этот hstore есть почти в любом Linux дистрибутиве, прямо из коробки идет. То есть есть такой модуль, называется postgres contribute. Если вы его ставите, он сразу там есть. Второе удобство – это то, что он суппортит индексы. То есть вы можете создать индексы по вашим ключам и потом быстро по ним искать. Но есть минусы. То есть, например, нет вложенности. Вы не можете сделать ключ, а в нем еще подключи, подключи и прочее такое, то есть то, что вам требуется. Такого нет. Второе – это только стринги. То есть там ключ значения – это только стринг. Нету интегеров, нету булленов, ничего такого. Хорошо, что делать? Тогда мы будем использовать JSON-дататайп. Эта фишка появилась в 9.2. Это возможность сохранения целого JSON в отдельный тип поля. На сегодняшний момент она только разрабатывается. То есть в 9.2 появился только этот тип данных. Появилось только два основных метода. RowToJSON и ArrayToJSON, которые, честно говоря, нам не сильно чем-то помогут. Значит, вот вам пример, например, таблицы, где просто определенная таблица и вот эти два метода, которые могут конвертировать, например, целую таблицу в JSON данные и, например, массив тоже вот в данный в случае JSON. То есть в данном случае функционал пока что минимален. То есть вы не можете там покверить по внутренним ключам и тому подобное. И это плохо. Что в таком случае делать? В таком случае нам приходит такая штучка, называется Pv8. Это специальное расширение, которое в данном случае добавляет вам возможность работать с V8-движком на уровне Postgres. То есть у вас появляется JavaScript внутри Postgres. JavaScript почему? Потому что, ну, V8, как мы знаем, разрабатывается Google. Он в основе лежит таких движков, как Node.js и тому подобное. Компилится и очень быстрый. Ну, насколько быстрый, давайте посмотрим. Вот я сделал синтетический как бы небольшой тест. Перед вами простая функция Fibonacci. Ничего особенного. Как мы знаем, Fibonacci просто рассчитывается. Который написан на PLSQL. То есть на том языке, который автоматически встроен уже в Postgre. Его не надо добавлять. Потому что в Postgre можно добавить любой язык. Ruby, Python, можете на любом писать свои функции, триггеры и тому подобное. Дальше я делаю обыкновенный запрос. Генерирую серию от 0 до 30 с шагом 5. Вот я генерирую эту серию, вот получаю Fibonacci. В конце вот время выполнения. Получается где-то 34 секунды. Не очень, ну как говорится, не очень быстро, но так получилось. Дальше я переписываю эту функцию на pv8. И выполняю тот же самый запрос. Получает 33 миллисекунды на выполнение того же самого расчета. Я сначала подумал, отлично, уже вроде бы хорошо. Потом подумал, поскольку это выполняется в одной транзакции, то я добавлю еще небольшое кеширование в переменную. То есть все Fibonacci будут еще дополнительно кешироваться. И получил новый результат. Итого я получил вот так. Ускорение почти в 63 тысячи раз. Мне бы так свой код ускорять. Вот. Неудивительно, что на сегодняшний день JavaScript используется во многих NoSQL движках для MapReduce, потому что насколько это быстро по сравнению с другими. Итак, пример использования JSON-дататайпа плюс pv8. Мы создаем определенную таблицу мемберов, в которой всего один field, profile и он JSON-типа. И в данном случае у меня уже там есть миллион записей. Дальше я просто на pv8 создаю небольшую функцию. Функция простая, да не могу. В нее передается два аргумента. Это JSON и ключ. Внутри она все, что делает, если, я думаю, многие знают JavaScript, парсится JSON, и отдается ключ, который найден в этом JSON. То есть значение по этому ключу отдается. Дальше я могу теперь делать вот такие запросы. То есть у меня в profile есть, например, первый ключик age, возраст. В нем, например, 36 лет. И я могу делать эти запросы без проблем. Но проблема в том, что вот 9 секунд по миллиону записей. Не сильно хорошо. Но поскольку мы помним, что мы можем создать функциональные индексы, я создам функциональный индекс. И получу 57 миллисекунд. По поиску, по своему схему LES, по одному миллиону записей. Хорошо. pv8 работает и в старшей Postgres. А что мне делать, если у меня нет JSON-дататайпа? То есть у меня есть девятка и тому подобное. Вы можете создать его сами, мягко говоря, используя опять же тот же pv8. Я просто создаю функцию, которая валидирует JSON. Опять же, банальная функция. Парсим, возвращаем true, если все прошло, отлично. Если нет, ловим исключения, возвращаем false. Все. То есть если парсинг произошел успешно, отлично. Если нет, false. И создаем, называется такая штука, create domain. Создаем domain, отдельный тип, на основе текста. И говорим, что в этот domain мы будем записывать только валидные JSON-ы. На основе check-validate. Все. Теперь у нас, если есть такая табличка тоже мемберов, и мы пытаемся в нее запихнуть на Postgres 9, например, 9.0 или 9.1, запихнуть в нее невалидный JSON, мы получим просто ошибку. На уровне базы данных. Если мы будем записывать нормальный JSON, он будет сохраняться как текст. И дальше мы по нему можем работать в таком же стиле, без проблем, используя pv8. То есть в данном случае из Postgres мы получили почти тот же, например, couchdb. То есть у couchdb только еще есть http интерфейс основной. У Postgres это пока только думают, делать или нет. То есть, мягко говоря, вы можете списать свои MapReduce функции, еще тому подобное для выборки тому подобных данных. Но плюс того, Postgres заключается в том, что вы можете комбанить с ними индексы. То есть у вас есть индексы. То есть вот пример, например, где используется чуть больше сложная выборка, потому что используется end, и где используется age, и sibling проверяется. И как вы видите, если посмотреть по explain, в обоих местах идет выборка по индексу. И выполнение за 106 миллисекунд по одному миллиону записей. Немного страшных вещей. Кто знает, что такое мастаж? Ну, уже хорошо. Мастаж — это схема less template. Простые, как бревно. Поэтому за счет этого, из-за того, что они можете набрать, посмотреть, если кто не знает. Они простые, как бревно, поэтому на сегодняшний день существует огромное количество имплементаций на разных языках. То есть он почти есть под любой язык. И идея заключается в том, что давайте делать мастаж в базе. То есть я создал функцию на pv8, назвал ее мастаж, где вставил 400 строк кода мастажа я вас криптового, а в конце сказал мастаж, то html, темплейт и данные. И в конце вот могу прямо на уровне базы данных дать ему темплейт, дать ему данные, и в конце он отрендерит мне мастаж темплейт. Да, это страшные вещи. Я не знаю, кому такое может потребоваться, но это можно. Ну можно. То есть в данном случае можно, например, темплейты хранить внутри базы и потом их рендерить прямо на ходу через селект. Кластеринг-солюшен. То есть все-таки, как я говорил, его тяжело разбивать и тому подобное, но салюшен на сегодняшний есть. Это PowerProxy от того же Скайпа. Но в этом случае можно сразу забыть о множестве SQL-кварей, потому что придется работать функциями. Postgres XC, GridSQL, Grimplum и тому подобное. Я бы не сказал, что эти салюшены хорошие. На сегодняшний день все они отлично подходят. То есть это, как говорится, припарок, мягко говоря, к Postgres. То есть, как и говорилось, RSUBD, они не рассчитаны на то, чтобы их разбивали, поэтому сегодня noSQL разрастается, потому что объемы данных тоже разрастаются, и поэтому приходится разбивать данные. Но Postgres на это не сильно рассчитан. Хотя вот можно, я же говорю, то есть Skype спокойно со своим PowerProxy держит весь Skype на Postgres и все нормально. Ну это радикальное решение. То есть в данном случае, если вам все-таки вот, ну никак не подходит Postgres, хотя очень сомнительно почему, то есть в него можно что угодно писать, как угодно писать, использовать как noSQL. Это радикально использовать другие типы, в данном случае noSQL базы, такие как HBase, Cassandra, REAC, например, если у вас огромное количество данных. Но это удобно использовать, например, если там юзеров хранить все равно в Postgres, а какой-то вот огромный трешак данных их не уже в noSQL. Потому что в основном они даже Cassandra или REAC, а не k-value все равно в любом случае. То есть, но в таком случае вы теряете всю прелесть SQL запросов, у вас остается MapReduce, вперед MapReduce. И это все у меня. Смотрите, вы там добавили Neo4j, да, базу данных, логотип. Это получается GraphDB. И тут и документы ориентированные есть, и тому подобное, не беспокоитесь, я знаю. Да, да, да. Ну вот получается, я хотел бы узнать по поводу реализации графа именно в Postgres. Есть какие-то там фишки, примочки для того, чтобы реализовать? Три. Так и называется. Три. Три дерева. А, три. Разработан нашими русскими, ну у нас очень много русских коммиттеров в Postgreer. Есть L3, называется. То есть это те же парни, которые разработали H-Store, которые пофиксили GIST и GIN индексы и тому подобное. Есть реализации готовые плагины, которые позволяют вам хранить дерево и выводить его в каком угодно вам формате. Спасибо. Спасибо большое. Действительно очень интересный доклад. Может быть немножко провокационный вопрос. Я в самом начале видел, что вы автор логинга, который пишет все в Mongo. В Mongo, да. И как бы весь доклад пропитан такой любовью к Postgres. То есть почему такое несоответствие? То есть почему логи не тогда в Postgres, тем более с партишными и прочим? Знаете, основная проблема многих то, что они пытаются, например, те же логи, которые нагружают систему, вложить в ту же базу, в которой они работают. И потом они, как бы мягко говоря, рубят сук, на котором сидят. То есть если вы понимаете, что у вас логи, их будет много, они активно будут писаться, то лучше, например, вложить в отдельную базу. То есть, например, тот же Postgres можно использовать, но отдельно. Mongo, она удобна как раз тем, что у нее можно эти данные уложить. То есть в нее вложишь эти данные. Mongo удобно для двух вещей. В нее вложить кэш и в нее вложить логи. Все. Для остального она не очень. Потому что когда разрастаются ваши данные, потом вы начинаете сталкиваться с такими проблемами, что Mongo блокирует при записи, блокирует всю коллекцию и тому подобное. В этом вся проблема. Вот этот MongoDB логер, он был как раз написан тем, что у нас были проблемы, что парни писали в PostgreSQL туда же, куда они складировали юзеров и прочую информацию. И получается, они сами себя нагружали. Чем больше у них была нагрузка, тем больше они долбили базу. Из-за этого взяли просто эти логи, выпилили и положили отдельно в Mongo. Можно было в PostgreSQL, но просто Mongo была под рукой, мягко говоря. И сделали просто… Вот этот MongoDB логер, он просто еще добавил просто интерфейс, который позволил просматривать их и по ним бегать. Вот и все. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас в конце был слайд, на котором вы сказали, что PostgreSQL плохо дружит с кустеризацией, но вы не сказали, почему и в чем это проявляется. Могли бы подробнее про это сказать? Ну очень просто. Как все революционные базы данных, у нас есть join. Если у нас есть join, мы не можем разбить данные на несколько кусков и куда-то положить. То есть удобно в MongoDB, то, что вы комментарии можете где-то в одно место положить, а это здесь и тогда вы join. Но тогда вы… В таком случае вы забиваете про join. То есть вот если я показывал PLSQL, вы создаете в таком случае функции, на основе которых функция уже определяет, откуда брать какой кусок данных. Но тогда у вас будет select, такая-то функция, select, такая-то функция. То есть на каждый select вам придется писать свою функцию. То есть, мягко говоря, вы join тоже тут потеряли. То есть вы из него сделали noise scale, мягко говоря, такой. Еще один маленький вопрос. Мы все-таки тут пишем на питоне. Вот. Смотрите, есть ли какие-то бэкэнды на питоне, которые позволяют вот все эти классные фишки постгресса использовать? То есть тот же Psycobk 2. Насколько он поддерживает все эти норжества? Я просто в питоне вообще… А, я понял. Все. Хорошо. Спасибо. Мне тяжело что-то вам сказать. Если что, просто стандартно долбашите SQL, и все будет работать. Спасибо большое за доклад. Действительно очень интересный. Я хотел спросить. Вот меня интересуют две вещи. Патицирование таблиц. Интересно, хорошо, но насколько я понял из слайда, если я хочу создать патицию, я должен создавать ее каждый раз ручками. Можно ли это как-то автоматизировать без триггеров? То есть я говорю, дорогой, я хочу каждый месяц бить в отдельную таблицу. Только крон-табами, крон-задачами и чем-то таким. То есть в любом случае, как я уже говорил, как видите, добавлен только inheritance как таковой. Больше ничего. То есть нету, например, даже такой автоматической системы, что вот проверяя по вот этому условию и записывая в нужную партицию. Нету, приходится его писать самому. То есть как бы, я так понял, это добавили, но никак никто не допишет. Вот и вся проблема. И вопрос по снапшотам сразу. Можно ли создавать руками снапшот? То есть я хочу создать снапшот какой-то, потом я в базе что-то там поковырял и думаю, нет, назад. Снапшот имеется в виду бэкап или что? Ну да, как бы бэкап, но именно вот когда у нас происходит запись, как вы сказали, создается снапшот. Правильно? Это все на уровне базы, вы этим управлять не можете. Управлять не могу. Да, это все автоматизировано. То есть автоматическая система, которая эти снапшоты потом мерджит и тому подобное. И сделано так, что это черный ящик и вы не можете в него как-то влиять. Потому что если вы начнете влиять как-то на черный ящик, вы возможно начнете терять данных. А самое основное, что должна делать база данных, это следить за целостностью и сохранностью ваших данных. Поэтому это не позволяется вообще никак делать. Тут вопрос в том, могу ли я поставить какую-то точку и сказать без бэкапа. Вы можете открыть транзакцию, что-то начать делать. Нет, без транзакции нет. Не могу, да. Спасибо. Но удобно то, что если вы, например, захотели create table, открыли транзакцию, а потом сделали rollback, то что удобно по сравнению с mysql и так далее, он отrollбечит даже эту таблицу. Спасибо, отличный доклад. Знаете, возник вопрос по поводу расширения pgm-cached. Можете пару слов о нем? Еще раз, еще раз. Пару слов о нем рассказать. Расширение простое само по себе. По сравнению с foreign data-wrapper, которые позволяют только читать, pgm-cached позволяет с него считывать и записывать, например, что-то в mcached. То есть вы просто дописываете нужные вам функции и можете, например, там, вот самый простой вариант. У вас есть какая-то табличка юзеров. Если табличка юзеров обновится, вы кидаете триггер на обновление и говорите, что если табличка юзеров с ID-шником обновилась, то ключ с таким-то ID-шником надо почистить или запихнуть в него обновленные данные автоматически. То есть база может это сделать, если вам потребуется. Понятное дело, что там это с коробки нет. Там есть просто интерфейсы, записи, чтения и тому подобное. Вам эту логику надо придется дописать самому. Но, мягко говоря, это расширение позволяет вам подключиться к mcached и работать с ним. Но, честно говоря, потребность такого не возникала, чтобы база занималась еще с кем-то, именно обновлялась данными и тому подобное. То есть форинг дата в рапперы, да, удобно. Вы можете в виде таблички любой другой источник данных предложить и с него читать. А так, чтобы, например, какой-то кеш сбрасывать на уровне базы, такого не было, потому что, во-первых, это может быть не целостно. То есть если вы открыли транзакцию, сделали апдейт, триггер сработает. Вы там обновили какой-то кеш, а потом в конце произошел раулбэк. То триггер не откатит ничего, потому что триггер на это не сработает. А там вы уже что-то потеряли или что-то обновили или что-то такое. То есть вы теряете небольшую целостность в этом случае. Интересный доклад. Вот смотрите, вопрос такой. Насколько я понимаю, партиционирование в подгрессе работает для таблиц, в которых нет внешних ключей. Каких нету? Внешних ключей, foreign key. Да. Ну фактически получается в продакшне таких таблиц не бывает и партиционирование мы, как правило, не можем использовать, да? Ну смотрите, получается, поскольку она наследуется, как мы знаем, вот эти всякие ключи, секвенсы, это отдельная сущность. Ну в пасгре, это отдельная сущность. И когда создается ID ключ, в нем просто написано default value, next value of такой-то секвенсы. И когда наследуется табличка, у нее автоматически наследуется этот default value. То есть получается ID 1 с мастер таблицы всегда расшарен на все таблицы, ну на все партиции, что удобно. То есть мягко говоря, можно пытаться сделать то же самое с foreign ключом. То есть и будет то же самое. А в чем constraint будет? Нет, ну у таблиц, у них, понимаете, я же говорю, у них ключи шарятся. То есть мягко говоря, вот как я говорил, секвенс, невозможно сделать так. Ну то есть можно, конечно, попытаться, но все-таки это не делается. Что секвенс, вот например, если вы вставляете сначала одну запись, он делает плюс один, одна запись. Потом делает плюс два, это в другую партицию. В той партиции уже будет двойка. Единичка там никогда не появится, потому что единичка была занята другой партицией и тому подобное. То есть мягко говоря, при партирационировании у вас ваш вот этот итератор, он шарится автоматически. Индексы не шарятся, а итератор шарится. Ну я не знаю, честно говоря, что он… Да-да-да. Дайте микрофон. Значит, по партиционированию. Очень забавная штука, но вы должны понимать, что при создании партиционирования вы четко должны определять, по какому ключу делите таблицы. Да-да-да, обязательно. Причем самая популярная штука – это даты, как все известны. То есть очень интересный пример – это билинги, там, где вы складываете логи по датам. Естественно, в партиционированных таблицах primary key отсутствует напрочь, но сами таблицы, в них фкшные ключи на другие таблицы могут быть. Огромный плюс таблиц – это то, что вы пишете приложение, которое работает с одной таблицей. Через время вы понимаете, что данных очень много и нужно разбить. И вы ее разделяете в бэкграунде, не меняя свое приложение. Это вот момент первый. И еще добавить по PgPool. Значит, тоже как бы его используем активно. Очень полезная вещь, когда база начинает тормозить и вам надо очень быстро решить, как-то нагрузку разделить. PgPool умеет понимать начало транзакции. И вы просто подключаете второй кластер, настраиваете репликацию потоковую и свое приложение меняете буквально порт, на какой цепляться. И PgPool сам ловит все механизмы транзакции. Вы в своем приложении практически о чем не заботитесь. Спасибо. Да, спасибо большое. Так и есть. Спасибо за большой хороший доклад. Очень много из оптимизации решений напомнило оракловской внутренности. Ну это почти ораклов, только бесплатно. Да, 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 совершенно верно. У меня вопрос по noiseql вариантам использования Postgre. Если я правильно понял, подразумевается, что сейчас ключ используется только для одного поля. То есть получается мы JSON храним в поле и потом уже этот JSON разбираем и достаем оттуда данные. Есть ли вариант немножко другой, когда мы используем не одно поле для хранения JSON, а весь row? То есть ключ получается данные не из одного поля, а из всей записи таблицы, чтобы использовать потом в дальнейшем, допустим, обычный SQL без… А что в тех записях? Просто обычные записи. То есть JSON не хранится в одном поле, а распределяется по всей записи таблицы. Тогда возникнет проблема, что если у вас… Ну JSON же разный может быть. Нет, это понятно. Схема таблицы одна. То есть вам что, каждый раз придется добавлять новое поле? Ну нет, если стандартные данные используются, допустим. То есть у меня фиксированный набор полей в JSON. Ну тогда зачем вам JSON? Вы просто фиксированно пишите в таблицу. А, если вам требуется, и вот есть конвертация показывалась, пока что встроенная. Есть два метода. Вот. Вот, вот, вот. Где они? Вот, то есть первый метод, как вы видите, это обыкновенная таблица с полями, то есть никакого JSON. И есть метод rowToJSON, который сразу конвертирует, видите, все поля в валидный JSON. И второй вариант, который всю таблицу могу конвертануть в JSON. То есть вот варианты конвертации. Я, наверное, неправильно объяснил. Вот вопрос с JSON-демо таблицей. Можно ее использовать в качестве NoSQL, то есть получить по ключу, как по индексу или по варианту. А, вам хотите туда ключ еще какой-то положить? Да, то есть не SQL, а NoSQL вариант. Так у меня как бы иной SQL вариант. Да, вы можете туда положить ключ без проблем. То есть вы можете даже сериал ключ тот же использовать. Ну, primary, сериал. И вперед, и можете по нему выбирать. Просто у вас будет ID, например, а вот тут весь JSON. И все, и вы по нему получили данные. То есть это без проблем. Ну да, то есть отдельное поле для JSON используйте и все. И это не означает, что у вас в табличке должен быть только JSON. Name, field, прочая бараху, а тут сеттинг, например, JSON, и все, и нормально. Да, да, да. Спасибо за клад. У меня вопрос такой. Вы рассказывали о задаче, вот запись логов в базу, а потом вы показали два способа ускорить выборку этих логов. Первый – это частичные индексы, а второй – это разбить таблицу на несколько частей. Я бы хотел, чтобы вы рассказали, в каких случаях, ну то есть, может, я неправильно понял эти решения, но расскажите, в каком случае что использовать. Партрецирование используется, если данные активно, например, пишутся, очень много, но при этом вы четко видите, что данные не все используются. Ну то есть партрецирование, оно есть по двум методам, то есть по рейнджу и по листу, списку. Вот, то есть мягко говоря, партрецирование хорошо, как я говорил на примере блога. То есть вы четко знаете, что будет нагружаться первая страница, потом чуть меньше вторая, а следующие страницы уже не так сильно будут нагружаться. Или представьте систему, в которой есть админка, и в которой просматриваются эти логи, строятся графики и тому подобное. Самый будет часто нагружаемый вариант, это, например, последний месяц. Вот, он часто нагружаемый. Но если эти данные будут выбираться из всей огромной таблицы, у вас будет огромное торможение, потому что индексы огромные, таблица огромная, а вам надо выбрать вот такой кусочек. Вот такой, не более. И партрецирование в этом случае помогает, потому что физически это маленькие кусочки, которые потом просто вот так накладываются. Индексы помогают быстрее просто искать. То есть вот эти частичные индексы, функциональные индексы и тому подобное, это когда у вас огромная таблица, и по ней все равно будет огромный индекс. То есть поиск будет быстрый, но если у вас миллионы записей, он будет тоже все равно чуть медленней. Но у вас есть очень актуальные, частые запросы. То есть, например, выборка юзеров, у которых роль модератора и тому подобное, то есть где-то там выбирается постоянно. В таком случае вы четко понимаете, что вот этот select очень частый. Вы добавляете этот индекс, и что происходит? Данных меньше. Индекс поэтому, когда создается, создается тоже меньше. А поиск по меньшему индексу намного быстрее. То есть вот в чем разница. То есть индексы используются, если вы видите, что у вас квери какие-то постоянные. Просто понимаете, вы не можете индекс создать какой-то там как по рейнджам. Ну то есть вот такого. То есть тут надо разбивать данные. Тут именно данные приходится разбивать, потому что вам нужны кусочные данные. А если вы видите, что у вас четко есть какой-то диапазон один, четкий, и он вечно выбирается и тому подобное, то вы можете прооптинизировать его с помощью более мелкого индекса. Окей, то есть получается нельзя сделать такой частичный индекс, который помогает делать запросы, вроде как все записи за последний месяц. Честно говоря, даже не знаю, что вам сказать. Частичный индекс по записям в последний месяц. Нет, такого, я думаю, не получится. Я понял, спасибо. Небольшое замечание по этому поводу, по поводу частичного индекса за последний месяц. На самом деле, если вы используете обычный B3 индекс и вы используете данные вставки, то есть последний месяц соответствует порядку вставки записи, то вы с B3 будете работать с маленьким сегментом на диске и это никогда не будет проблемой. То есть вам для этого не нужен патиал индекс. Потому что на самом деле вы всегда будете работать с последним месяцем, он всегда будет в каше и обращение будет только к маленькой части сегмента диска и не будет проблемой большого индекса. То есть это не повод именно всем делать сразу патиал. Нет, партеллицирование это только если вы видите, что вы видите. Я имею в виду, что нет проблем обращения к последним данным. В основном 80% у всех, когда приходят и говорят, у нас узкое место базы данных, это найти просто где они индексы забыли добавить. И все. Я закончу тему с этим же вопросом для прояснения ситуации. Во-первых, спасибо за отличные доклады. Книжка у вас тоже великолепная. Мы ее часто использовали. Вопрос такой. Вот у нас был проект и в месяц около 5 миллионов записей в таблице. И это в течение года. Данные читались с любого диапазона, но писались в конец. И вот эти частичные индексы, они в каком случае помогли? То есть мы использовали партиционирование. Что могли бы сделать частичные индексы? Это быстрое считывание из этих таблиц? Или вот более подробно, если можно, в чем вы имеете частичные индексы? Ну вот смотрите, тот пример, который у меня находится. Где вы? Вот пример. То есть у нас есть данные, в которых там есть некая таблица access log, в которой хранится в ключе client API, айпишник. И у нас в системе есть частые запросы, которые просто производят выборку локальных адресов. То есть у нас, ну локальные, это локальные сети и тому подобное. У нас есть частый такой запрос. Мы его видим, а таблица огромная. А вот эти запросы более чаще. То есть вот так далее. Поэтому создается вот этот индекс, который, поскольку этих данных меньше по сравнению с остальными, индекс тоже становится меньше. И тогда получается вот такие запросы, они используют не тот стандартный индекс, который лежит, а они видят, что вот этот индекс, он поменьше, и он подходит по условиям where и начинает его использовать. Правильно ли я понял. У меня для каждого, если я протестирую по месяцам, то я для каждого месяца могу создать такой индекс. У меня будет 12 индексов в году. И когда будет происходить поиск по этому индексу, индекс будет из большой таблищала искать, какой индекс подходит и по этому индексу искать. Это будет ли быстрее, чем партиционирование или нет? Быстрее, чем партиционирование? То есть, понятно, мороки с этими индексами меньше намного, чем партиционирование. Я думаю, это будет идентично. Тогда получается в этом случае партиционирование можно спокойно заменить на частичный индекс. Можно, но тогда вам тоже надо постоянно создавать. Постоянно создавать? На новые диапазоны. Благодарю вас. Главное, чтобы у вас потом не нашлось какая-то скейлина, которая пытается… Этот индекс обходит и пытается тогда выбрать уже какие-то более диапазоны данных. У меня короткий вопрос про PGPU2. Если я сначала делаю записи, а потом чтение, то гарантирует ли PGPU2, что я не прочитаю устаревшие данные? Там есть этот механизм. Он настраивается. Там даже есть механизм, насколько вы можете задерживаться слоев. То есть вы можете сказать, что у него все идет цифрами. Не в секундах, не тому подобное. Определенные цифры отставания. То есть вы можете настроить, что я тебе позволю отставать только на такое количество считывания логов. Но в основном можно настроить, что я не позволяю тебе считывать со слейвов, если слейв вообще отстает. И тогда у вас 100% будет гарантировано, что со слейва будет считаться почти те же данные. То есть он будет сначала проверять. Если слейв не отстал от мастера, тогда считывай со слейва. То есть для этого по PGPU как раз одна из его плюсов. То есть он это проверяет. По это дело, это надо настроить в конфиге пару конфигураций. Все. Спасибо, Алексей. АПЛОДИСМЕНТЫ